Взлётные полосы Секретные самолёты Секретные самолёты Супердержаво В поисках вертикального взлёта Октябрь 1956 года В Венгрию введены войска советского блока Летающие над древними крышами Будапешта венгерские МиГи-15 Превращают свой город в обширную зону смерти Они уничтожают советские танки Сбивают советские военные вертолёты Впервые со времён Второй мировой войны ВВС СССР терпит поражение в открытом бою Но ситуация быстро меняется Русские уничтожают венгерские аэродромы Делая невозможным взлёт самолётов Эта давно забытая война в воздухе Окажет огромное влияние на стратегию НАТО Одной из главных проблем, с которой столкнулись страны НАТО в 50-х Стало наращивание войной мощи с Советским Союзом А также угрозой невозможности использовать собственные авиабазы Потому что их уничтожат в самом начале конфликта Когда Советский Союз ввёл свои войска в Венгрию в 56-м году Первым делом они вывели из строя венгерские авиабазы Технология вертикального взлёта была способом Избежать разрушения авиабаз в первые же дни конфликта Это проводило невероятный интерес К программам вертикального и короткого взлёта Со стороны западных союзников Мы запускали самолёты F-100 и F-104 С помощью реактивных стартовых ускорителей Чтобы избежать использования взлётно-посадочной полосы СВВП впервые были разработаны нацистами Во время Второй мировой войны В конце Второй мировой Германию днём и ночью бомбили И нацисты искали то, что могло их защитить И было бы при этом более точным, нежели зенитное орудие Что-то вроде управляемой ракеты Что не нуждалось бы в большом аэродроме, который могли бы разбомбить Одним из проектов нацистов стал СВВП «Жаворонг» Разработанный для Люфтваффе фирмой «Хенкель» В «Жаворонге» для взлёта и горизонтального полёта Использовались два трёхлопастных винта Расположенных внутри крыла замкнутой компоновки Пилот находился в самом насоле уже на животе Ещё одним проектом стал «Трипфлюгель» Это был высокоэффективный истребитель-перехватчик Он принадлежал к аппаратам хвостовой посадки Его три крыла были смонтированы на вращающемся кольце И приводились в действие воздушно-реактивного двигателя При взлёте и посадке крылья действовали подобно винтам вертолёта А в режиме горизонтального полёта они работали как огромный пропеллер С поражением нацистской Германии Эти продвинутые разработки СВВП так и не были реализованы Но они не забыты Через несколько лет их создатели снова в деле Около 1950 года в Германии возродились люфтваффе У немцев было много авиаконструкторов с опытом создания таких нужных вещей Как СВВП, реактивных двигателей Они жаждали поразмяться и сказать, смотрите, мы не потеряли своё мастерство Когда немецкие авиаконструкторы после Второй мировой вернулись в дело Они отставали на 10 лет от американцев, англичан и русских Они решили не пытаться их догнать, а пойти на опережение технологий И поэтому занялись СВВП В 1954 году британская компания Rolls-Royce Представляет странный летательный аппарат под названием «Летающая кровать» Самолёт приводился в действие двумя реактивными двигателями Их выхлопные трубы были направлены вниз под углом в 90 градусов Британская летающая кровать доказала возможность СВВП с реактивным двигателем Но это также выявило проблему Подъёмные двигатели бесполезны при горизонтальном полёте Поэтому становится мёртвым грузом, который ухудшает боевые и лётные качества самолёта Кроме того, выяснилось, что для взлёта самолёта с реактивными двигателями Необходимо слишком много топлива В конце 50-х, начале 60-х, в Америке и Европе продолжается работа По созданию небольших, лёгких реактивных подъёмных двигателей Чтобы решить проблему вертикального взлёта Лидировала британская компания Rolls-Royce Нельзя забывать, германские ВВ считали, что проиграли Вторую мировую Из-за превосходства британского двигателя Merlin Многие из немецких пилотов-бомбардировщиков Возглавляли послевоенные Люфтваффе времён Холодной войны Поэтому они решили, что двигатель британского Rolls-Royce С технологией вертикального взлёта — отличное решение Главной угрозой для Германии 50-х-60-х годов была массированная атака советских танков Чтобы противостоять этой угрозе, новые ВВС обращаются к легендарному нацистскому авиаинженеру Курту Танку Лифтваффе нужен противотанковый СВВП Курт Танк был примечательным человеком Он был не только лучшим конструктором знаменитой самолётостроительной фирмы «Фокке-Вульф», но и её главным лётчиком-испытателем Он являлся создателем таких блестящих самолётов, как, например, истребитель «Фокке-Вульф-190» «Фокке-Вульф-190» был одним из наиболее прочных и многоцелевых истребителей Люфтваффе Имеющим двойное назначение бомбардировщика и штурмовика Курт Танк спроектировал и «Трюп-тюгель» — первую в мире конструкцию истребителя вертикального взлёта Курт Танк был известен созданием прочного, надёжного самолёта с высокой износоустойчивостью Он перенёс эту философию в послевоенную эру, создав ВАГ-191 По сути, ВАГ-191 — это современная версия СВВП его старого «Фокке-Вульф-190» времён Второй мировой войны Для вертикального взлёта в ВАГ-191 используется два подъёмных двигателя Роллс-Ройс Один из них расположен сразу за кабиной Для горизонтального полёта используется отдельный реактивный двигатель большего размера Этот самолёт вызвал большой интерес как потенциальная ударная машина, действующая в высоких, околозвуковых слоях атмосферы В послевоенные годы было много странных проектов СВВП Но ВАГ-191 Курта Танка был маленьким, красивым самолётом, и он действительно работал Люфтваффе теперь необходим быстрый СВВП-истребитель-перехватчик, чтобы прикрывать сверху штурмовики ВАГ-191 Они обращаются к другому легендарному авиаконструктору нацистской эры, Вилле Мессершмидту Создателю МЕ-262, первого в мире реактивного самолёта-истребителя, участвовавшего в боевых действиях Но Мессершмидт недоволен подходом своего давнего конкурента танка к СВВП Он не считает подъёмные двигатели Роллс-Ройс верным решением Вилли Мессершмидт был профи по истребителям Он понимал, что установка подъёмных двигателей на истребитель — бесполезная трата времени Но Мессершмидт умел мыслить нестандартно Он нашёл верное решение Решение Мессершмидта было простым Зачем полагаться на подъёмные двигатели? Почему бы не использовать одни и те же реактивные двигатели Как для вертикального взлёта, так и для горизонтального полёта? Если реактивные двигатели установить на концы крыльев То при повороте на 90 градусов они смогут выполнять оба действия Для вертикального взлёта они будут повёрнуты вниз А для горизонтального полёта развернуты в обычное положение Такая конфигурация устраняет проблему мёртвого груза подъёмных двигателей Мессершмидт начинает работу над новым СВВП с поворотным реактивным двигателем Он называется VJ-101, где V — это вертикальный, а G — первая буква немецкого слова «истребитель» Это преемник истребителя Второй мировой МЕ-109 и МЕ-262 У нового Мессершмидта были и американские корни Чтобы ускорить процесс, Мессершмидт использовал фюзеляж американского F-104 Starfighter, который он уже строил для Люфтваффа По сути, его СВВП VJ-101 и есть Starfighter с вертикальным взлётом Первый полёт VJ-101 состоялся 10 апреля 1963 года У прототипа VJ-101 CX-1 было два реактивных двигателя в фюзеляже и поворотная гондола реактивного двигателя на конце каждого крыла Они поворачивались, чтобы давать тягу вниз на взлёте или тягу назад для движения вперёд VJ-101 преодолеет звуковой барьер в июле 1964 года Первый СВВП, преодолевший этот рубеж Это вызывает интерес у Минобороны США Компания Fairchild в США также присоединилась к этому проекту Это давало потенциальную возможность создать высотный сверхзвуковой самолёт со скоростью приблизительно равной 1,5-2 маха Он продемонстрировал хорошее лётное качество К середине 60-х немецкие инженерные гении времён Второй мировой войны покорили новую технологию вертикального взлёта В то время как светзвуковой VJ-101 Мессершмитта в качестве прикрывающего самолёта уничтожает истребители МиГ-ВВС СССР Маленький ВАГ-191 мог выводить из строя наступающие советские танки Во Вьетнаме немецкие СВВП могли бы добавить мобильность американским солдатам и морпехам Но им не суждено было этого сделать Дело в конце концов оказалось в политике, а не в технологии СВВП Германия не могла сама производить такие самолёты Необходимо было, чтобы у неё эти самолёты покупали другие страны Но другие страны не хотели покупать немецкие самолёты, они хотели строить свои Западно-германское правительство поддаётся политическому и экономическому давлению И отказывается от своих удивительных СВВП Последние модели Курта Танка и Вилли Мессершмитта теперь находятся в музеях, забытые всеми Обратной стороной этого решения для стран НАТО стало вынуждено использование длинных бетонных взлётных полос Да ещё то, что нам не пришлось испытывать эти самолёты в реальной войне с Советским Союзом По другую сторону Атлантического океана Америка тоже работает над СВВП 30 июля 1957 года первый в мире реактивный СВВП готов приземлиться рядом с Пентагоном Его цель — доказать Объединённому комитету начальников штабов действенность технологии вертикального взлёта Но эта миссия закончится в катастрофе Пока послевоенные европейские разработки СВВП идут полным ходом, США сосредоточили свой интерес в этой области на вертолётах Но у вертолёта оказывается существенный недостаток Проблема вертолётов в том, что у них встроенный ограничитель скорости Они не могут лететь быстрее 210 км в час Причина тому — потеря скорости отступающей лопасти При поступательном движении вертолёта Лопасти несущего винта обтекаются встречным воздушным потоком с различными скоростями Наступающая лопасть движется навстречу воздушному потоку, а отступающая — попутно ему Если вертолёт летит слишком быстро, скорость отступающей лопасти относительно воздуха настолько мала, что на ней происходит срыв потока Это характеризуется резким снижением её подъёмной силы, и вертолёт теряет скорость Все три военные службы США приступили к созданию невозможного Они решили найти способ совместить СВВП с хорошими боевыми лётными качествами Одна из попыток США в создании СВВП была вызвана желанием ВМФ расширить базу воздушной поддержки Чтобы корабли, даже те, которые не считались авианосцами, могли обеспечить себе защиту с помощью того или иного перехватчика Эта потребность привела к созданию новаторского самолёта, названного просто «ПОГО» Концепция «ПОГО» очень близка ранним разработкам нацистов в области вертикального взлёта Самолёт стоит на хвосте, спереди у него большой пропеллер Самолёт поднимается вертикально вверх с помощью пропеллера Затем переворачивается в обычное положение и летит, как обычный самолёт Я участвовал в создании «ПОГО» с самого начала, ещё до его постройки Пилотом «ПОГО» был Джей Эф Скиц Колман, бывший морской пехотинец, очень хороший пилот Но в тот момент у него не было лётных заданий, и поэтому его наняли в качестве инженера по лётным испытаниям Но когда Сэм Шэнн, возглавлявший лётные исследования, сказал «Я не полечу на ПОГО, кто хочет лететь вместо меня?» Скиц Колман поднял руку и сказал «Я...» В 1954 году Скиц Колман становится первым пилотом в истории, успешно взлетевшим и приземлившимся на СВВП, отличным от вертолёта Но концепция «ПОГО» далека от совершенства У вертолёта есть рукоятка, и если вам нужно вправо, влево, вперёд или повернуть на 45 градусов, вы просто двигаете рукояткой в нужном направлении В «ПОГО» такой возможности не было Пилот «ПОГО» не видел, куда он приземляется, потому что место приземления находилось позади него Возможно было совершить посадку в условиях испытаний, но в боевой обстановке это было бы опасно Скиц Колман — один из немногих, кто способен успешно управлять ПОГО Ещё до первого взлёта у нас вызывало беспокойство проблема плохой видимости Но у Скиц Колмана было около 50 часов обучения по зависанию в воздухе в тоннеле Моффет Филд Веймс НАСА Благодаря этому он мог управлять зависшим самолётом Если посмотреть с практической стороны, то использование этой конструкции в реальных условиях Находящей ходуном палубе в темноте штормовой ночи Или даже при выполнении обычной операции в дневное время Это станет очевидно абсолютной её непрактичностью Если бы построили 500 таких «ПОГО», половина бы из них скорее всего разбилась Но у «ПОГО» был ещё более существенный недостаток, обрекающий целое поколение самолётов на слом У «ПОГО» двигателем служил пропеллер Это было уже такое время, когда стоило только заговорить о морских истребителях с пропеллером Вам тут же отвечали, о чём вы говорите? У нас же есть реактивные двигатели, нам не нужны пропеллеры Никто больше не хотел иметь дело с пропеллерами Всем были нужны реактивные самолёты Поэтому было решено снова использовать идею сидящего на хвосте «ПОГО» Но на этот раз заменить пропеллер спереди реактивным двигателем сзади Новый самолёт стал первым в мире реактивным СВВП Этот странный аппарат назвали «Райан-Х-13 Вертиджет» Идеи сидящих на хвосте СВВП были опробованы везде В ВВС мы проделали то же самое в проекте под названием «Х-13 Вертиджет» Но вновь мы имеем дело с самолётом, предназначенным исключительно для демонстрации технологии Для будущих боевых самолётов предполагалось использовать не производную этой модели А скорее технологии, по которой она была создана Вертиджет взлетает и приземляется на свой хвост И приводится в движение единственным реактивным двигателем Вместо шасси у «Х-13» имеется простой крюк, расположенный под носом Вместо стартового стола или взлётной полосы используется плоская подставка на грузовике У «Вертиджет» есть ещё одна новаторская особенность Чтобы пилот мог хоть немного контролировать самолёт в момент зависания У выхлопного сопла реактивного двигателя появилась функция, невозможная ещё всего несколько лет назад Теперь она может поворачиваться, выпуская реактивную струю в разных направлениях Это был вполне контролируемый самолёт, довольно быстрый в горизонтальном полёте Но он должен был приземляться на горизонтальную платформу А затем отцепиться от этой платформы А это не так-то просто Нельзя было просто приземлиться на поле Каждый раз для приземления у вас должна была быть эта платформа Но это был первый полностью реактивный СВВП 30 июля 1957 года «Вертиджет» готов приземлиться возле Пентагона Это был важный день для будущего американского СВВП Его целью было продемонстрировать всему высшему командованию, что СВВП может работать Если бы это удалось, будущее этой технологии было бы гарантировано Пилотом в тот день был Питер Жерар, главный пилот-испытатель авиастроительной компании «Райан» Он хорошо знает «Вертиджет» и намеревается приземлиться на парковке Пентагона Такого рода показ возле Пентагона никогда раньше не производился Собралось 3000 офицеров и журналистов, чтобы увидеть приземление этого самолёта Когда Жерар собирается приземляться, всё идёт не так Даже на небольшой перелёт от авиабазы ВВС Эндрюс X-13 использовал большую часть своего топлива Жерару едва удаётся приземлиться, использовав остатки Он едва не потерял самолёт Ему чуть удалось приземлиться, прежде чем закончилось топливо Это был технический успех Но военным было понятно, как близка была катастрофа И они на много лет отодвинули СВВП на задний план Идея СВВП всегда была противоречивой, и в 50-е, и сегодня Потому что приходится идти на большие уступки в лётных качествах Чтобы добиться возможности вертикального взлёта Самые важные уступки касаются грузоподъёмности и дальности полёта Так как для возможности вертикального взлёта Необходимо много места, веса и топлива Из-за этого самолёт вмещает гораздо меньшее снаряжение Со времён Второй мировой СВВП был мечтой тех Кто хотел, чтобы истребители взлетали с любого места Когда вы начинаете создавать СВВП Вы значительно утяжеляете его конструкцию И по сути, обрекаете его быть плохим истребителем ВВС прекращает финансирование проекта Вертиджет Последний полёт Х-13 состоится всего через несколько недель После приземления Жерара возле Пентагона Любопытно, что именно пилот-испытатель Вертиджета Питер Жерар особенно заинтересовался перспективами СВВП Он посвящает себя поиску решения проблемы соотношения веса и топлива Жерару принадлежит, возможно, самая необычная идея в истории СВВП План невероятно прост Вместо того, чтобы устроить реактивный СВВП с нуля Жерар предлагает взять существующий истребитель С высокими лётными качествами И добавить к нему возможность вертикального взлёта Он выбирает Lockheed F-104 Starfighter Тот же самолёт выбрал Вилли Мессершмитт Как основу для своего VJ-101 с поворотными реактивными двигателями F-104A был хорошим самолётом У него было хорошее соотношение веса самолёта к весу топлива А это энергия Хорошая дальность полёта Это был единственный самолёт, который мог гарантировать скорость в 2,2 маха У него был вдвое больше сверхзвуковой лётный потенциал Чем у более поздних F-4 и F-15 Но в 50-х годах прошлого века ВВС США руководят пилоты-бомбардировщиков Которым нужны тяжёлые самолёты Они отказываются от лёгкого Starfighter Но Питер Жерар находит способ применения этого самолёта Идея Жерара была скрестить сверхзвуковой истребитель с вертолётом И он знал, как это сделать Жерар предлагает установить над фюзеляжем F-104 треугольное крыло Закреплённое в своей позиции Оно служит обычным дельта-крылом для движения вперёд Но в этом крыле спрятана ещё одна функция Углом треугольника придана такая форма, что они могут служить крыльями Как и лопасти вертолёта Крыло может вращаться с большой скоростью Обеспечивая возможность вертикального взлёта Специально оборудованному F-104 Это была отличная идея Но ВВС США просто не были заинтересованы в Starfighter Даже с вертикальным взлётом Им нравились бомбардировщики СВВП Starfighter Gerrard никогда не выйдет за пределы чертёжной доски Но идея скрещивания вертолёта с реактивным истребителем нравится армия США Сухопутным войскам США Конгрессам было запрещено иметь свои реактивные самолёты Это было делом ВВС Армия искала пути обойти этот закон Построить реактивный истребитель СВВП и назвать его вертолётом было бы выходом из этой ситуации В результате появляется проект компании «Сикорский» С-57 Который армия разрабатывает совместно с флотом США Это реактивный самолёт с дельтокрылом Секрет С-57 — вертолётоподобный лопасти несущего винта Который позволяет самолёта совершать вертикальный взлёт После взлёта лопасть убирается внутрь фюзеляжа Для горизонтального полёта используется обычный реактивный двигатель И снова ВВС США вмешались и воспрепятствовали разработке боевого СВВП армии Разногласия такого рода и стали причиной технического превосходства Европы над Америкой Только одной стране удается создать и задействовать настоящий боевой СВВП — Великобритании Британский Харриер был рабочей лошадкой целого поколения американских морпехов Но у британцев была целая серия ещё более продвинутых проектов СВВП Более 40 лет скрытых от взора В ходе битвы за Британию во время Второй мировой Хоукер Харрикейн был рабочей лошадкой королевских ВВС Сбивавший более вражеских самолётов, чем более знаменитый Спитфайр Но через 15 лет после этого создатель Харрикейн СССР Сидни Кэм недоволен Королевские ВВС всё ещё используют его истребители, теперь уже реактивные, как Хантер В 1950-м годах Сидни Кэм обеспокоен Англия бедна, и он должен найти новую авиационную технологию, настолько захватывающую, чтобы правительство её купило И он находит решение в СВВП Эта история начинается в Париже в 1956 году В 1956 году знаменитый французский конструктор Мишель Вибо неожиданно сказал, почему бы не создать истребитель, взлетающий вертикально Ему в голову пришла идея большого реактивного двигателя Этот двигатель приводит в движение множество больших компрессоров, нагнетающих воздух в разные стороны Отрывая самолёт от земли и толкая его вперёд Вибо пытается заинтересовать свои идеи французские ВВС, но напрасно Тогда Вибо обращается в НАТО, чтобы притворить свои идеи в реальность Он предложил свои идеи НАТО, и там сказали «Давайте передадим её конструкторам двигателей в Бристоль, в Англию» Оттуда получили ответ, что идея блестящая Но всё можно сделать гораздо проще При помощи всего лишь одного двигателя Упрощённая система топливоподачи — секрет вертикального взлёта Она станет известной как «вектор тяги» Новому двигателю нужен лишь самолёт, в который его установят Сэр Сидни Кэм создал Пи-1127 с использованием этого необыкновенного двигателя Первый парящий полёт проводит главный лётчик-испытатель компании «Хокер» Билл Бетфорд 21 октября 1960 года Он оторвался от земли в Дансполде, в графстве Сюрей И впервые это был самолёт, который выглядел как реактивный истребитель Который мог зависать над землёй и выполнять всё, что от него требовалось Наконец был сделан технический прорыв в СВВП И появился самолёт, который мог совершить вертикальный взлёт И в то же время нести большой боевой груз Но политики, как всегда, всё усложнили НАТО решает запустить международный конкурс На передовой истребитель СВВП со скоростью 2 Маха Чтобы обеспечить имя ВВС всех стран НАТО в Европе Это самый большой международный конкурс Среди авиаконструкторов в истории авиации Сэр Сидни Кэм приступает к работе над своим проектом в начале 61-го года Он хочет создать сверхзвуковую версию Пи-11-27 Самой передовой технологией векторной тяги Кэм верит в свою победу Новым самолётом становится Хокер Пи-11-54 Пи-11-54 по сути был увеличен в размерах версии Пи-11-27 Но у него был больший, более мощный двигатель И он мог лететь со сверхзвуковой скоростью Фактически на тот момент это был потенциально самый большой и мощный двигатель в мире Для ударных операций Пи-11-54 Мог нести ракеты, кассетные бомбы и баки с напалмом Была ещё конфигурация для ракет-класса «Воздух-воздух» В ней на крыльевых пилонах самолёт несёт 4 ракеты «Красный волчок» На высоте он мог достигать максимальной скорости 1,7 маха Но и другие страны НАТО настроены на победу в этом конкурсе Французы создали «Мираж-3Ви» У них уже был отличный истребитель «Мираж-3» Проблема заключалась в том, что ему нужна была очень длинная взлётная полоса Он взлетал и садился со скоростью 322 км в час Для вертикального взлёта компания «Дасо» пришлось удлинить фюзеляж Чтобы вместить 8 подъёмных двигателей В мае 1962 года объявляются результаты конкурса НАТО на сверхзвуковой истребитель СВВП Победа в конкурсе была присуждена британцам Только их самолёт был с одним двигателем Только у него была простая конструкция Истребитель со скоростью 2 маха Самолёт, который не нуждался в аэродроме Он и правда впечатлял Сверхзвуковой Пи-11-54 запускается в производство Более 5000 инженеров работают над проектом К апрелю 1964 года Компания «Хокер» начинает работу по созданию прототипа Но ему не суждено летать Как раз тогда, когда производились испытания реактивного двигателя для Пи-11-54 В Великобритании было выбрано новое правительство Которое решило сократить бюджет И первым они закрыли проект Пи-11-54 То есть гордая и независимая традиция британского самолётостроения Была прервана простым рощерком пера И последняя неожиданность в истории британского СВВП Когда закрыли проект Пи-11-54 В 1964 Правительство сказало В качестве уступки Мы готовы финансировать простую версию Пи-11-54 С менее мощным двигателем «Пегаса» Пусть это будет самолёт для выполнения Несложных тактических ударно-разведывательных миссий И в результате появился Харриер Из всех производных от него самолётов Британский Харриер оказался единственным практичным со всех сторон Имевшим наиболее длительное значение В конечном счёте успех самолёта измеряется количеством его покупателей В случае с Харриером вмешиваются внешние обстоятельства В 1967 году между израильтянами и арабами вспыхивает шестидневная война В первые часы войны Израильский ВВС совершает разрушительную упреждающую атаку на арабские аэродромы Полностью уничтожая воздушные сопротивления Выбор в пользу СВВП наконец был сделан во всеуслышании Как в Европе, так и в Америке В следствии шестидневной войны корпус морской пехоты США решает купить британский Харриер Харриер спасло то, что его выбрал корпус морской пехоты США Они привыкли справляться без взлётно-посадочной полосы длиной в 3 километра Морпехи обнаружили, что на этом самолёте можно выполнять самые разные миссии Конструкция этого самолёта развивалась Появлялись новые версии, которые до сих пор используются И будут использоваться ещё долгое время Как в Великобритании, так и морпехами Харриер оказывается неоценим в войнах конца 20 века Он защищает британский флот во время Фолклендской войны 1982 года Обеспечивает тактическую поддержку операции «Буря в пустыне» в 1991 Используется на войне в Ираке в 2003 Блестящая идея векарной тяги, безусловно, себя оправдала Но Харриер — лишь один из двух истребителей СВВП времён Холодной войны Второй летает на стороне противника В 1975 году, к окончанию Вьетнамской войны Америка полностью вывела оттуда всех своих людей Воспользовавшись этой возможностью СССР расширяет сферу своего внешнего влияния Занимая бывшие базы США во Вьетнаме Впервые в советской истории Под советским флагом плавает мощный океанский флот с авианосцами Новому поколению авианосцев, разумеется, требовались и самолёты нового поколения Но русские прежде никогда не строили самолёты для авианосцев Так что они сделали простой ход и сразу занялись СВВП Русские справедливо считали, что именно эта технология Позволит им создать воздушную мощь на море Без необходимости создавать тяжёлые авианосцы, характерные для флота США Это был экономичный путь Советский Союз давно беспокоили успехи Запада в создании военных самолётов Особенно с реактивными двигателями, включая СВВП В результате Советский Союз использует своих союзников из коммунистической Восточной Германии Чтобы проникнуть в правительство Западной Германии и Люфтваффе И добыть все данные по проектам НАТО касательно реактивных СВВП Благодаря источникам из Германии, советские авиаконструкторы в курсе всей работы, проводимой на Западе, по совершенствованию технологии вертикального взлёта Особенно планов Люфтваффе насчёт штурмовика ВАГ-191 Московское авиашоу 1967 года Западные обозреватели застегнуты врасплох, когда появляются истребители МиГ-23 с возможностью вертикального взлёта Они оснащены отдельными реактивными подъёмными двигателями наряду с обычными для горизонтального полёта МиГ был намного лучше всего, что летало в Европе или Америке Казалось, он был в полной боеготовности, и это вызвало панику И снова русским удаётся их искусный обман Большие ракеты класса «Воздух-воздух», которыми оснащён МиГ, — всего лишь макеты Советские двигатели вертикального подъёма были очень ненадёжны и потребляли слишком много топлива К моменту появления МиГ-23 на публике, русские уже решили двигаться в другую сторону Но русские не отказались от СВВП Отказавшись от отдельных реактивных подъёмных двигателей, они обращаются к британской идее векторной тяги, как в СВВП Харриер Результатом стал Як-36, мой личный претендент на звание самого уродливого самолёта В 1963 году состоялся испытательный полёт Як-36, что ознаменовало вступление Советского Союза в эту технологию на практике Як-36 — всего лишь опытный самолёт На его основе создаётся серийный боевой самолёт Як-38 для взлёта в качестве штурмовика с новых авианосцев советского флота Як-38, Фоджер А по кодификации НАТО, поразительно напоминает ВАГ-191 танка, наводя на мысль, что это ещё одна русская копия Як был инженерным кошмаром Самолёт был оснащён двигателем с векторной тягой в британском стиле Но он был не очень хорошим, поэтому к нему добавили ещё подъёмные двигатели, что увеличило вес самолёта Первый испытательный парящий полёт одноместного прототипа Як-38 состоялся 22 сентября 1970 года Но первое приземление на военный корабль, вертолётоносец Москва, состоялось лишь в ноябре 1972 У Як-38 радиус действия оказался всего 135 километров Он потреблял чрезмерное количество топлива и мог оставаться в воздухе не более 15 минут В декабре 1979 года Советский Союз входит в Афганистан В следующее десятилетие русские используют Афганистан для испытаний своего новейшего вооружения, включая Як-38 Эта война просто создана для испытания СВВП Это партизанская война в горах, далеко от бетонных взлётно-посадочных полос Это была отличная возможность приблизить своей СВВП к месту реальных боевых действий Но использование Як-38 в Афганистане обернётся катастрофой У реактивного двигателя такая большая скорость истечения выхлопных газов, что когда он направлен вниз на землю С ней поднимаются всевозможные камни, ветки, если поверхность неровная и чистая Всё это рециркулирует, взлетает вверх и всасывается воздухозаборником Гигантская куча мусора подбрасывается воздухом, дующим со скоростью 650-800 км в час И естественно попадает в воздухозаборники Так что один взлёт, и двигатели в результате полностью уничтожены В результате русские перестают использовать Як-38 в Афганистане Вместо этого они обращаются к новому поколению тяжело вооружённых вертолётов Это решение становится фатальным Скорость этих вертолётов невелика, и они легко уязвимы для американского ПЗРК «Стингер» Который стреляет ракетами класса «Земля-воздух» ЦРУ снабжает афганских мятежников сотнями «Стингеров» В 1990 году русские покидают Афганистан Советские лётчики терпеть не могли Як-38, потому что летать на нём было опасно Они всячески уклонялись от полётов на нём Дело даже дошло до того, что группа офицеров написала жалобу в ЦК Но в классической манере были наказаны за своё самоуправство В 1991 году происходит распад Советского Союза В том же году Як-38 наконец снятся вооружения после ещё нескольких смертельных аварий Эра СВВП ещё далека от завершения Террористическая атака на башни-близнецы 11 сентября навсегда изменила США Это же событие оказало прямое влияние на авиатехнологии во всём мире США и силы союзников торгаются в Афганистан И снова СВВП оказывается на передовой современных авиационных разработок Воздушная война в Афганистане началась осенью 2001 года И американские ВВС быстро осознали проблему доставки своих истребителей ближе к месту боевых действий Боевые самолёты США вынуждены долго лететь от авианосцев или баз, находящихся за тысячи километров Чтобы поддержать наземные войска Эта проблема приводит к революции в мышлении ВВС США Толчком послужил визит начальника генштаба генерала Джона Джампера на авиабазу «Баграм» в Афганистане «Баграм» был старой советской базой с крошащейся бетонной взлётно-посадочной флосой Она могла вместить 10 самолётов А-10, но с другими типами самолётов возникали трудности Джампер отметил, что эта авиабаза — отличное место для СВВП ВВС США были против СВВП после провала самолёта Райан Икс-13 «Вертиджет» в 50-х У ВВС была идея купить СВВП в 50-х и 60-х Но, к сожалению, у тех самолётов не было боевых качеств, которые были необходимы ВВС США ВВС США отвергли даже британский Харриер Всем известно, что на Харриере не очень просто летать Он оказался уязвимым во время войны с Персидском заливе Пять Харриеров были потеряны в основном из-за зенитного огня противника Но Афганистан изменил правила Война против террора помогла Америке осознать, что ей придётся воевать в местах, удалённых от авиабаз Ей была необходима гибкость, которую даёт СВВП Теперь ВВС предполагает использовать СВВП в своих будущих экспедиционных операциях И впервые ВВС рассматривает вопрос о покупке истребителей СВВП для этих целей Этот самолёт — самый перспективный боевой реактивный СВВП из всех когда-либо созданных Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter Грандиозный прорыв технологии вертикального взлёта произошёл с разработкой X-35 Модель единого ударного истребителя с привлечением технологии вертикального взлёта Впервые Lockheed Martin JSF удалось справиться с большинством проблем СВВП Достаточная мощность, запас надёжности и другие важные преимущества этого самолёта делает его передовым истребителем СВВП, каким Харриер на самом деле никогда не был Секрет F-35 заключается в его революционном двигателе, развивающем идею векторной тяги двигателя Харриера Харриер, который использовался корпусом морской пехоты, слишком заметен Выхлопные газы, выбрасываемые снизу, не способствуют незаметности А ВВС США требует от F-35 малозаметности Поэтому самолёту нужен другой двигатель Система подъёма F-35 состоит из двух частей Первая — это отдельный вентилятор Примерно половина тяги, необходимая для зависания и приземления создаётся путём нагнетания воздуха вниз через створки, открывающиеся прямо за кабиной Связанный с главным двигателем жёсткой передачи, вентилятор создаёт подъёмные тяги Вторая часть тяги создаётся выхлопными газами двигателя через сопло Современная адаптация идеи, впервые использована в Ryan X-13 VertiJet в 1957 году Вертикальная тяга от переднего подъёмного вентилятора и реактивного сопла в кустовом отсеке Обеспечивают мощность, в два раза превышающую мощность реактивного двигателя с векторной тягой нынешнего Херриера Нам потребовалось 40 лет, чтобы вернуться к такому самолёту, который изначально был предложен в британском P-11-54 Его большим двигателем и сверхзвуковой способностью Если хотите, сегодняшний F-35 — это просто современная версия P-11-54 Не все считают, что СВВП F-35 функционален Пьер Спрей принимал участие в создании истребителей F-15 и F-16 По-моему, если этот самолёт поступит на вооружение, если вообще поступит Основной его вариант будет без возможности вертикального взлёта Если людям будет безразлично, что самолёт несёт и насколько он маневренный Тогда, возможно, они его и купят И получат ещё один безнадёжный самолёт, как Херриер Но немного более сверхзвуковой Но если они хоть немного настоят на его способности нести бомбы На радиусе действия, на маневренности Хотя бы как у какого-нибудь старого реактивного истребителя То в этом случае они откажутся от варианта СВВП Войны в Ираке и Афганистане подняли и другие вопросы касательно СВВП Не сложно доставить истребитель СВВП на базу Но вопрос в том, как его перевооружать и дозаправлять, когда он там Снабжение и обслуживание таких истребителей становится ограничительным фактором в их использовании на экспедиционных базах На этих базах должны быть взлётно-посадочная площадка как минимум для военно-транспортных Си-130, а ещё лучше Си-17 Чтобы обеспечить базу с истребителями СВВП Многие инженеры видят будущее СВВП в F-35 Когда он поступит на вооружение в следующем десятилетии, он станет истинным преемником ПОГО, Вертиджета и Херриера Факт в том, что сейчас нет ничего близкого по уровню СФА-22 и F-35 Это не только корпус самолёта, но и авиакосмическое электронное оборудование, радар, система коммуникаций, вооружение и другие системы, которые к нему прилагаются Так что, если сейчас ФА-22 и F-35 будут запущены в массовое производство, они станут доминирующими истребителями Много лет назад американский изобретатель Томас Эдисон сказал Самолёт не будет стоить и ломаного гроша, пока не появится аппарат, который летал бы как калибри Прямо вверх, вперёд, назад, вниз и садился бы как калибри С появлением F-35 калибри Эдисона становится всё реальнее Субтитры создавал DimaTorzok